Привет народ! Шалон Миряне! С вами снова Женя из Израиля. Как вы уже заметили, у меня канал немножко раздвоился. У меня сейчас две перспективные темы, которые я обсуждаю, которые вам нравятся, и вы задаете вопросы, пишите в личных сообщениях, отвечаете на комментарии. У меня две темы на канале. Первая тема, с которой я начал, это как жить после бариатрии и после бариатрической операции с течением времени. И вторая тема, вторая тематика канала, это как жить в Израиле, как живут и что делать. Я потихонечку занимаюсь и теми, и другим. Думаю, что можно совместить. Давайте попробуем. Это видео будет связано с тем, про тему бариатрии и как жить после этой операции. Я хотел бы рассказать о одном интересном факте, что после этой операции очень часто у многих людей меняются вкусы. Допустим, у меня, к примеру, я ненавидел есть маслины вообще, я их видеть не мог. Я когда видел маслины, меня выворачивало прямо в смысле этого слова и хотел просто извергнуть из себя все, что ел до этого. На сегодняшний день я маслины люблю. Дальше, я не был сильный сластена. Я мог потому, чтобы съесть сладенького, как говорится, как все. Эту фразу вы уже, естественно, знаете. Наверное, может быть даже получше, чем я. Но не уверен, что я тоже пользуюсь фразой пользоваться, как все. Мог им съесть шоколадку туда-сюда. После этой операции, не только у меня, у меня здесь горок не пересохло, и у многих моих друзей, кто сделал эту операцию, вдруг понесло на сладкое. Хочется мороженого, хочется чаю с тремя ложками сахара, прямо хочется. Напитки там, где есть сахар, просто тянет к сахару. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я долго, скажем так, ломался. Я долго смотрел, искал, чем бы это заменить. Забью вперед. На сегодняшний день я сахар не употребляю вообще. Может быть, в будущем я вернусь. Но на сегодняшний день я более приверженец, скажем так, кето-диеты или палео-диеты. Не то, что диеты, я просто сделаю как образ жизни. Пока мне с этим хорошо. Результатов я потом вам расскажу, если захотите. Значит, как я избегал сахара? Я вначале пытался его не видеть. Я пытался его не есть. Ну, он же есть, он же везде. Понимаете, когда человек сделал операцию, он, в принципе, кушает, особенно поначалу, не хочет. Вот один из подписчиков моих сделал операцию. Я на данный момент не хочу обсуждать его имя и данные его. Но, надеюсь, если с нас доходит, что он раскалил, даст о себе знать. Он недавно сделал операцию, буквально пару дней тому назад. И консультировал. Что значит консультировал? Я никакие медицинские советы не даю. Вы помните, я только могу рассказать по моему опыту, что было у меня. Поэтому, если хотите какую-то медицинскую консультацию, ее не будет. Вы можете у меня спросить, как это было у меня и как я с этим боролся. И вот сахар. Естественно, сейчас я пью чай. Обычно по утрам я пью кофе черный, молотый, любой кофе, без молока, потому что в молоке тоже есть как бы сахар, в принципе. Он немножко другой, но это сахар. Сейчас не будем, сейчас не про это, а не про молоко. И вот, когда мне хочется сахара, я у кого-то подслушаю или посмотрел, уже не помню, давно было довольно, как решить проблему с желанием сахара. Вот, вижу шоколадка, ну, хочется, хочется сахара, блин. Вы сейчас будете смеяться. Беру чуть-чуть соли, повареной какой-нибудь соли. В Израиле у нас, я живу в Израиле, у нас разная соль. И красная, и куча всякой соли. Неважно, щепоточку соли на язык положил, и все. И мне, допустим, сладкого не хочется. Это немножко индивидуальная, конечно, тема, но, в принципе, мне после приема соли на сладкое не тянет совсем. По крайней мере, пару часов у меня есть. Если что, по поводу соли, кстати, много сейчас скажут. Вот, соль белая смерть, туда-сюда, я не совсем согласен. В принципе, уже доказано, что соль, как бы, она не такая страшная в небольших количествах. Она более, скажем так, неполезна тем, у кого высокое давление. А у кого давление в норме уже, то почему уже? Потому что тот, кто сделал операцию, если у него было давление и сахар в лебисах сегодня, скажу, у меня давление идеальное 120 на 80, сахар, скажем так, в Израиле норма с 70 до 100, все, что выше 100 считается диабет, как бы, да, в начальной стадии 100-120. У меня был перед операцией, при весе 180 килограмм, при 170-180, что-то такое. У меня был сахар примерно с утром натощак 125, это уже считается первой стадией диабета. Сегодня у меня сахар, я делал операцию в 2011 году, сегодня 2018, у меня сахар на сегодняшний день натощак примерно 75, плюс-минус. Идеальный сахар можно в космос. Вот. И, короче говоря, у меня нет с этим проблем, у меня давление в норме, я могу брать соль. Я не вижу в соли ничего плохого. И надо, скажу, даже больше, люди, которые делают эту операцию, не важно сейчас, какую, бандаж или как еще называется, я делал слив. Бандажирование, кажется, называется, старая операция, не важно, их несколько. У нас у всех меняются вкусы, нам не хватает витаминов и минералов. Я не думаю, что чуть-чуть вот этой вот соли на язык положить, сделать вам плохо. Я даже думаю, что сделать даже вам лучше. Я прекрасно знаю, что сегодня в продуктах очень большое количество соли. Но еще раз я повторюсь, я из Израиля, и у нас вышел закон, что у нас на законном уровне нельзя чересчур больше, чем нужно солить. И у нас проверяют, нас за этим следят, чтобы было, берут рандомальный продукт с любой партией, начинают в лаборатории проверять, не превышает ли там нормы соли. Сделали специально нормы по соли, и как бы сейчас у нас стоит, у нас стандарт ведем, что нельзя выше определенной дозы соли, чтобы было. Да, соль есть, но ее меньше, чем было до этого. Все мы знаем, что соль это консервант, но еще раз, в маленьких дозах я не думаю, что сделать кому-то плохо. Мне, допустим, помогает соль, чтобы предотвратить желание и тягу к сладкому. Вот я, скажем так, я отказался от сахара полностью, но напитки я не могу пить не сладкие. Я понимаю, что я могу, я иногда, бывает, не пью ни чая, ни черный кофе турецкий. Я пью примерно 3-4 чашки в день. Как я знаю, по всем исследованиям, до 5 чашек проблем нет, поэтому я стараюсь не переходить черту в пять. Здесь у меня сахарозаменитель стивия, к примеру. В Израиле есть еще одна фирма, скажем так, которая называется Сукразид, тоже заменитель сахара. Мне она не нравилась тем, что по мне там есть некий привкус, который мне портил вкусовые ощущения. По мне стивия чувствуется, что это не сахар, да, но по мне она менее сладкая. То есть я проверял, брал глюкометр натощак, проверял себе сахар, потом сделал себе несколько чашек чая, потихонечку, потому что, как вы знаете, кто сделал особенно сливу, не может вся пихать воду. И я потихоньку стал проверять сахар. У меня сахар оставался примерно такой же самый через полчаса, через час. То есть мне стивия, сахар, в крови не подняла уровень инсулина, я имею в виду. Как вы знаете, если вы кушаете еду, и в принципе, что нас в жир вносит из еды, в жировые клетки откладывает в лаву и переносит жир, скажем, это инсулин. Чем больше инсулин, тем быстрее, больше оно переносит. Именно поэтому я перестал принимать сахар, потому что я предпочитаю не принимать его и, скажешь так, не кушать углеводы. У меня углеводы сегодня ем очень мало, я рассказывал уже, как я питаюсь. Поэтому, дорогие мои, если у вас есть тяга к чему-то, с моей точки зрения, я не говорю, что подавите это чувство себе полностью. Иногда можно идти на поблажки. Можно, но если уж вы пришли на эту операцию, то давайте с вами договоримся. Кушайте все, что вы хотите. Ну, не чаще, чем раз в неделю. Делайте себе разгрузочный перекус, скажем так, но не надо увлекаться этим. Вы не для этого делали операцию, чтобы потом мучиться и думать, как бы мне обмануть свой организм, как бы мне впихнуть больше. Скажу больше. Кто сделал слив в резекции желудка, он может кушать очень много, если он перемерит еду в блендере. И будет там ложечкой по чуть-чуть или с трубочки сосать, если это жидкое. Мороженое можно хоть полкило спокойно схавать. Ну, для чего это надо? Вы не для этого делали операцию. Поэтому давайте беречь себя и беречь близких своих. Желаю приятного дня, приятного времени суток. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok